давайте в путь поехали всем привет мы сегодня приехали на север словакии в литовский микулаш а приехали мы из братиславы и спустя почти три часа мы уже заселились наш номер номер 12 собственно где мы живем пойдемте посмотрим номер на самом деле маленький здесь такой как шкаф вешалка холодильник который выключен почему-то телевизор столик и для кровати раздельный вид из окна на первом этаже принципе на деревья женя причем сказала надо снять до того как мы заселимся потому что потом как всегда бы все будет заходить вопрос жильем закрыли давайте пойдем и узнаем что-то больше об литовском микулаше город назван в честь своего покровителя святого микулаша первое писание о городе упоминается в 1286 году стоит отметить что город окружен горами и стоит на высоте почти 600 метров над уровнем моря сейчас население города составляет чуть больше 30 тысяч мы находимся на центральной площади вот здесь вот такой вот собор католический святого николаса на площади освободителей в самом сердце города стоит костел святого микулаша или как нам привычный святого николая возводился он 13 веке а сейчас является главной достопримечательностью города с противоположной стороны собора находится вот такой вот как он называется жутный дом выглядит это больше как какая-то городская администрация вот здесь еще осталась какая-то сцена по ходу может на выходные были какие-то праздники часы сверху на здании увешан весь флагами конечно не в самом лучшем состоянии там видно то что так немножко посыпалась еще нас очень удивило вот этот польский флаг чему на городской администрации флаг другой страны пускай даже евросоюза все равно оказывается здесь консул польши сидит центральная площадь полностью изолирована от машин все-таки на машинах сюда заезжают разметки на велосипеды стоят а вот это кстати первый городской дом также в 1713 году здесь был прилюдно казнен юрой янышек известный словацкий разбойник аналог английского робин гуда казнили его повесив за ребро если кому-то будет интересно узнать про него больше можете посмотреть видео с нашего тура в заповедник малофатра собственно там и находится янашековой деры важная достопримечательность словакии вот здесь вот такой каскадный понтан но это больше забава конечно для детей и он там дальше идет такой вот вниз я вдоль улицы и максимально не ожидаешь увидеть вот здесь вот такой вот памятник что лопата или весло также липтовский микулаш известен тем что 1848 году здесь были подписаны требования словацкого народа это были первые публичные призывы сделает территорию тогда известную как верхняя венгрия отдельным политическим образованием сейчас здесь сделали музей жадости словенского народа а рядом находится венгелийский собор и галерея петра михайла богуна как только мы приехали ртовский микулаш вроде бы погода наладилась мы даже немножко поверили но сейчас опять начинается дождь вообще нас всю дорогу сопровождал дождь еще как только мы в братиславе начали собираться как только мы вышли из дома сразу же пошел дождь на ближайшие два дня тоже не очень такая утешительная погода но ничего мы не вешаем нос и в общем в любом случае мы уже здесь так что будем проводить время приятно с дождем насколько погода и дождь влияет на город вот немножко заморосил все на этой площади возле фонтана там где только что бегали детишки уже никого нет зашли уже покушали в общем бесполезно ждать что дождь перестанет одели дождевики и дальше идем гулять а вот здесь вот далеко от центра такая вот станция что ты можешь починить свой велик какие-то ключики насос первая необходимая помощь для велосипеда вот за этими деревьями здание это гимназия выглядит как будто какой-то ходвордс либо я не знаю какой-то полу замок полу административное здание идешь в общем по старому городу сворачиваешь буквально в улочку какую-то маленькую и видишь как будто какие-то руины именно здание такое полу разрушены причем соприкасается с нормальными еще старыми такими реконструированными зданиями еще встретили такой очень прикольный мурал то что липтовский микулаш город это посреди гор липтовский микулаш удачно расположился на высоте почти 600 метров над уровнем моря и при этом он окружен горами и заповедниками высокие татры низкие татры большая фатра и малая фатра благодаря такому соседству город считается экологически чистым для жизни вот еще одно здание максимально странная пиццерия такое как будто маленький треугольничек как будто кусок пиццы липтовский микулаш стоит на реке вак вот вот эта река прогулялись доли реки вдоль набережной и вот эта река упадает липтовскую мару липтовская мара это водохранилище если сопоставить размеры всей словакии и размеры водохранилище это можно сказать ну словацкое море так что у нас завтра план сесть на велосипеды и объехать полностью все водохранилище это составит там около 50 километров но это уже будет завтра и скорее всего завтра будет а сегодня нам уже даже немножко улыбнулась солнышко вот нас провожает доброе утро если это можно назвать добрым утром потому что сегодня на целый день передают дочь мы все же решили не зря мы везли за 300 километров велосипеды поедем на велико путь второй день начался уже выехали едем вдоль реки позавтракали сходили в городе и сейчас видели то что прям в реке стоит два рыбака ловят рыбу то есть погода такая себе чтобы еще лезть в воду ну кто бы говорил мы вообще на великах он едем женька какая радость на твоем лице вот кстати городская очистительная система и запах специфические здесь также стоит воздухе так в общем что происходит ехали мы на велико где-то наверное 15 метров нас вообще очень жестко заливало невозможно было даже навигации включить посмотреть куда ехать просто промокли полностью приняли решение то что ну смысла нету погода дальше там никакого просвета не было мы вернулись просто в гостиницу и смотрели фильмы на это фикси хожу здесь в центре обнаружили вот такие вот зарядные станции на электровелосипеды я сначала потому что там как-то надо оплачивать но нет вроде бы нигде нету не просто бесплатно можно прийти или приехать или докатитесь вас разряженный и зарядиться так ну что у нас третий день третий день нам немножко повезло с погодой уже позавтракали в городе и приехали в аквапарк самый большой аквапарк словаки самые популярные по крайней мере от всех словаков слышали что именно вот этот аквапарк татар ландия в общем здесь очень много таких развлекательных мест труба здание здесь какой-то страйдбол либо какая-то арена прям огромная как будто хоккейная мы сначала подумали просто огромнейшая здесь парковка и буквально здесь немножко пройти и лифтовска мара водохранилище мы здесь проезжали вчера на великах но дождь заливал абсолютно не было желания останавливаться либо даже как-то искать история наша с велотуром не очень получилось так ну что мы уже внутри в раздевалке так стараюсь снимать чтобы никого не смущать в общем здесь такие шкафчики то что одеваешь часы часами открывается часами закрывается оставляешь ценные вещи на парковке кстати тоже там просили чтобы не оставляли ценные вещи в машинах потому что наверно были прецеденты и не сейчас пойдем во внутрь посмотрим аквапарк татар ландия самый большой аквапарк словакии и один из самых крупнейших центральной европе расположен он в четырех километрах от города липтовский микулаш и километр от берега водохранилище липтовска мара что касательно входа если вы планируете заранее как мы за два дня можно купить билеты онлайн на пару серебряников дешевле вход в аквапарк оплачивается отдельно также здесь есть гостиница на территории аквапарка расположены фудкорды и места где можно поесть но больших ожиданий не стройте поскольку готовят здесь мягко говоря ужасно возможно из-за большого потока людей и персонал просто не отдыхает но мы сюда пришли ради активного отдыха и здесь есть чем заняться больше 20 водных горок различного уровня сложности заставят затаить дыхание не только детей но и любителей адреналина есть горки которые находятся в помещении на которых можно спускаться круглогодично но большинство из них расположены снаружи есть что-то похожее на серфинг мелкий бассейн с мощным потоком воды если вы сюда придете с детьми будьте готовы что ваш ребенок ну точно не захочет покидать данное место поскольку здесь полно развлекательных зон аниматоров детских горок и бассейнов здесь даже построили пиратский корабль под куполом так что попав сюда неважно какой у вас возраст вы точно найдете чем себя занять вот здесь такие по серьезнее горки повыше покруче спускается здесь по 4 человека причем кружки они наверх и просто их передает дальше и человек там дальше их подымает на автоматически ленте но здесь наверно самые большие очереди стоят уже немножко так подгорели красненькие в общем поднялись верхнюю часть аквапарка здесь очень большое количество лежаков так как сегодня будний день они практически все пустые людей мало но относительно мало потому что там где внизу там где основная масса людей там где горки там где бассейн с термальных источников вода там такая конечно мутноватая ну потому что это как бы термальная вода здесь наверху здесь три бассейна один совсем мелкий для детишек 2 средний и 3 такой более-менее как бы глубокие там где можно как-то более-менее нормально плавать здесь также есть вот такая вот огромная территория усажена травушкой там дальше 2 волейбольных площадки здесь такие вот большие шахматы ребят играют там дальше два футбольных поля также есть футбольное поле такое надувное залитой водой там для детишки просто им набегают сбивает друг друга в общем калечат а еще верхней части аквапарка самое офигенное вот это панорама посмотрите какая панорама за моей спиной горизонт хребтов гор а вот так вот выглядит термальный источник здесь температура плюс 40 максимально можно здесь находиться 20 минут но как отсюда выйти и здесь уже женька надо мной стоит типа давай выходить ну все мы вроде бы закончили вышли с аквапарка очень волновался то что будет ли на месте велики когда мы придем велички на месте никто их не забрал не украл и сумочки на месте так что все отлично а сейчас еще поедем еще одно место очень прикольное но она уже скорее всего закроется когда мы доедем потому что мы как-то больше хотели в аквапарк по отдыхать плавать позагорать в общем погреться на солнышке за вчерашний день возле аквапарка есть еще одна интересная локация этот дом вверх ногами и внутри дома также все перевернуто на территории стоит еще самолет и вертолет а на дом поставили статую свободы и еще пару слов водохранилище рептов скамара возводили его 10 лет с 1965 по 1975 год здесь затопили 9 сел перенесли железнодорожные ветки и шоссе максимальная глубина 45 метров по объему задержанной воды является самым крупным резервуаром словакии сейчас липтов скамара является популярным местом для отдыха в общем собственно куда мы приехали планировали мы сюда попасть еще вчера на великах но лучше поздно чем никогда этот музей под открытым небом овранок получается он находится там липтовский микулаж вот здесь водохранирующая литов скамара и это получается абсолютно с противоположной стороны вот здесь вот такой музейный комплекс он идет таких 6 точек ты идешь таким как полукругом потом спускайся на начальный вход там вот к этому зданию и спускайся дальше вниз гавранок это археологический объект расположенный на вершине у берегов водохранилище рептов скамара два километра от поселка в обровник 60-х годах археологи раскопали кельское городище средневековым деревянным замком сейчас музей гавранок является реконструкцией поселения вот кстати вторая отметка на этом маршруте это получается как ворота вход и вот здесь вот такие вот столпы черепа животных ну так жутковато выглядит конечно такие конечно как будто тотемы сначала подумали что они вообще деревянные очередной объект на пути вот такая вот оборонительная башня и ограждена таким ровом и мостик такой деревянный и такие штыри блин вообще как будто сцена из фильма викинги судя по крыше это уже наверное объект немножко с другой эпохи и учитывая то что сетка если что здесь красный маршрут то есть красная разметка стоит но мы всего увидели две отметки если кто-то найдет больше здорово это уже немножко другой объект но он также достоин внимания это вы же при костеле по анимарии также здесь видно флашток стоит этот собор практически на водохранилище вот здесь сразу же вода находится и вокруг него находится такой как будто фундамент первое письменное упоминание об этом костеле датируется 1288 году несмотря на пройденное время и строительство водохранилища уцелела только центральная башня и фундамент в этой локации туристическая перспектива на холме музей гавранок костел 13 столетия пройдя всего километр и вы уже на гигантской плотине плюс прекрасная природа я знака не видел но наблюдал как люди здесь организовали автокемпинг ну а мы уже будем направляться домой братья славу несмотря на то что нам не всегда везло с погодой мы остались очень довольны и поездкой ну а вы не забывайте планировать и путешествовать давайте в путь поехали